Процессы, которые происходят в Арктике, влияют на всю планету. Загрязнение океана микропластиком, изменение течений, таяние льдов. Все это отзывается даже в Уганде. Поэтому здесь на форуме работает чрезвычайный и полномочный посол этой республики в России, а еще представители Бразилии, Боливии, Бахрейна, Уругвая и Сингапура. Организаторы форума решили показать Арктику с разных сторон. Например, на панельной сессии «Мечта севера» обсудили, как ее видят туристы. Мурманская область считается стартовой точкой для каждого, кто начинает покорение Арктики. Налажена логистика, есть инфраструктура, да и климат не самый суровый. Мы близко находимся к столицам нашим. Мы имеем логистические все возможности добраться до нас. И в то же время все комфортные условия для того, чтобы путешествовать по нашему региону. Тебе не нужно забрасываться на вертолетах, тебе не нужно ждать жизни и погоды. В этом плане мы очень удобны, и при этом мы можем дать все возможности испытать себя Арктикой. А как работать в суровых условиях Арктики? Об этом всем участникам форума рассказали представители разных профессий. Спасатели, атомщики, горники. Можно было примерить на себя многие специальности. Например, попробовать управлять экскаватором. Все же думают, что трактористы, там, вот, фуражечка, соломинка, где-то там, тю-тю-тю. Нет, это не так. Ты сидишь, управляешь огромной машиной, на тебе огромная ответственность. Ты понимаешь, что ты просто крутой, как боженька, знаешь, в масштабах производства какие-то такие голыбы по 10 тонн поднимаешь, кидаешь. Ну, грубо говоря, можешь поднять несколько машин в ковше и перекинуть их. Такая профориентационная программа понравилась многим молодым ребятам. И пока они вдохновлялись и определялись, с какой сферой связать свою будущую карьеру, представители арктических вузов обсуждали точки соприкосновения. Кадровый голод, который находится во всех образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, он действительно осущается буквально во всех образовательных организациях Арктики. Это первое. Отток населения практически со всех территорий Арктики происходит. Мы как раз вырабатывали те пути решения тех проблем, которые существуют у всех. Итогом работы форума «Арктика. Настоящее и будущее» станет общественная резолюция, в которую войдут все предложения, выработанные экспертами на панельных сессиях и в кулуарах. В прошлом году в документе отразили около тысячи идей для развития северных регионов России. Александра Клебцова, Максим Кравченко, ТВ21+, Санкт-Петербург.